Вот есть соглашение. В этом соглашении, условно говоря, Россия подумала о своих инвесторах. Мы, с другой стороны, подумали, как, так сказать, привлечь иностранных инвесторов. Я вам говорю, что у меня возникает сомнение, что нам эти инвесторы нужны. С другой стороны, мы должны думать и о собственных этих предпринимателей. На мой взгляд, у нас все-таки есть кое-какие программы, я вот знаю знакомых, которые получили гранты. То есть они, условно говоря, 70% вклада, 30% в грант получают. Грант — это бесплатная сумма, которую ты не должен возвращать, просто тебе дают для реализации проекта. Конечно, надо из кожи вон лезть для того, чтобы льготное кредитование давать собственным бизнесменам. Здесь будут большие потери. Практика показывает, что более 50% из кредитов среднему бизнесу не возвращается. Но иначе их не вырастет. Это же очень здорово, когда существуют люди, которые хотят что-то создать. Поэтому это некий баланс. С одной стороны, ты должен привести ограниченное количество квалифицированных инвесторов. Не просто людей с деньгами, понимаете? Вот не просто, который человек пришел, у него там много денег. Нет. Он может что-то интересное привести, и мы можем это научиться, скопировать и сами потом перехватить эту инициативу. С другой стороны, невозможно оставлять без внимания наших бизнесменов, которые, конечно же, тоже бы мечтали иметь освобождение от налогов. Только непонятно тогда, как из государства будет существовать, если никто не будет платить налоги. Но тут же нужно понимать, что от налогов освобождается иностранный инвестор только на определенное время. Конечно, да. Он будет платить налог. Это называется НДФЛ. Налог на доходы. Когда ты зарплату платишь кому-то, ты с этой суммы платишь налог государству. Они будут эти налоги платить. Ну, посмотрите, 30 лет. У нас что, много инвесторов? Все инвесторы, которые у нас есть, были приведены какими-то личными связями, работой руководства правительства, государства и так далее. Нельзя сказать, что огромное количество людей и компаний мечтает работать в Абхазии. Но это же не так. Поэтому я говорю, экономика сложная вещь. Ты не можешь только одно сделать. Вы думаете, что просто освободив инвесторов от НДС, они прям ломанутся к нам? Нет, так не будет. Все равно их надо будет уговаривать, предоставлять сопровождение. Продолжение следует...